Девчонки, всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! И в сегодняшнем видео я хочу вам показать мои пустые баночки за последний месяц, лето-август. У нас сегодня уже 5 сентября, и уже почти неделя осени, и я только снимаю для вас пустышки лета. Последние пустышки этого лета. Так что давайте начинать. И по традиции я начну с продуктов по уходу за волосами. Первое, что у меня закончилось, это шампунь и бальзам-ополаскиватель. Называется марка Herbal Essences, все по-разному говорят. Это линейка без сульфатов, с алоэ и манго. И предназначена она для окрашенных волос, защиты от цвета и блеска. У меня волосы не окрашенные, натуральные, но эта парочка мне очень понравилась. Как-то у меня была линейка с алоэ и бамбуком. И вот в этой серии есть алоэ и манго. Очень приятно пахнут, волосы хорошо очищают. Они не спутываются благодаря вот этому бальзам-ополаскивателю. И расчесывание мокрых волос в моем случае происходит не так уж болезненно, как, допустим, бывает с другими продуктами. Далее из этой же, не из этой же линейки, а от этой же марки, вот у меня закончилась вот такая парочка масла маринги и... Ну да, масла маринги. Защита от ломкости. Тоже приятно, очень пахли, хорошо так же работали, как и предыдущая парочка. Но знаете, что хочу сказать? На мой взгляд, все эти шампуни и бальзамы работают одинаково. По крайней мере, на моих волосах. Вот только у них различия касаемо вот ароматов, да, в общем, отдушек. Вот, если говорить о защите от ломкости, ну, я бы не сказала, что прям как-то защищает. Потому что я замечаю, вот когда я подстребу себе кончики, в общем, посеченные уберу, у меня потом волосы гораздо лучше выглядят. Если, конечно, кончики такие достаточно уже отросшие, прям очень сильно, то, возможно, какой-то эффект и может быть заметен. Но вот на моих волосах нет такого, потому что в начале лета я, в общем, все посеченное убрала. Далее закончился у меня экспресс-кондиционер спрей для волос от марки Чистая линия, органик масла ши. Часто покупала такое с алоэ, запах надоел. И вот я на Валберис нашла новиночку с маслом ши. Очень понравился, хотела заказать еще раз, но, к сожалению, не было в наличии. И не знаю, когда появится. Но я купила немножко другой спрей, тоже от марки Чистая линия. Но его я уже покажу вам в уходовой косметичке за месяц, сентябрь. И закончилось мое любимейшее масло Лориаль Эльсеф. Экстраординарное, совершенствующее. Здесь у нас 6 масел редких цветов. Волосы как шелк. Интенсивное питание. Реально классное масло. Очень хорошо работало на моих волосах. Уже не первый раз. Конечно, оно стоит небюджетно. Порядка 500 рублей. Но, по возможности, когда у меня закончатся все мои какие-то масла, сыворотки для волос, то я, конечно же, повторю его. Приобрести можно в пятерочке. Вот самый ближайший магазин, где можно этот продукт приобрести. Так, далее давайте продолжим продуктами по уходу за телом. И начну я, наверное, с гелий для душа. Закончился у меня вот такой от марки ФА натуральная свежесть, аромат белого чая. Очень такой прям, знаете, освежающий, вкусный, свежий аромат. Прям вот моя любовь на лето, на весну, мне кажется, будет идеально. Но я думаю, многие любят марку ФА. Долго о ней говорить не буду. Гель потрясающий. Если не пробовали, то обязательно приобретите. Далее линейка Витамания компании Фаберлик. Это смородина и ежевика. Многие сравнивают запах этого геля с кошачьим лотком. И я с вами соглашусь. Вот раньше был гель от марки Чистая линия. Смородина. Он просто смородина и мята. Или просто смородина. Он мне очень нравился. Этот, конечно, чем-то схож с ним. Но, к сожалению, сравнить уже не могу. Потому что нет у меня того в запасе. Закончился еще очень давно. Этот гель, в принципе, неплохой. Я и мыло жидкое покупала. И, по-моему, крем тоже у меня для рук был. Ну и вот гель закончился. В запасе вроде как нет. У меня их было два. Вот это, по-моему, второй и закончился. Так, продолжим. Марка Чистая линия. Вот такая новинка выходила. Спрей для тела из линейки Витамания. Ананас и лайм. Очень понравился. Приятно освежал. Вот надоели вот эти, знаете, их там постоянные. Манго и папайя. Арбуз и дыня. Да, приятные. Но одно и то же постоянно покупать надоедает. Вышла вот эта новиночка. Я с большим удовольствием его израсходовала. У нас, когда было очень жарко, я прям им просто ополивалась. И обязательно буду повторять снова. Еще один спрейчик у меня закончился. Это, конечно, привет детский сад. Ну, в общем, принцесса. Вальс цветов. Покупала в прошлом году. Я вот такую душистую воду в магнит косметик. Захотелось мне поностальгировать. Потому что, когда я была маленькая, да, когда я ходила в детский сад, мне было года три, там, два, мне покупала мама туалетную водичку. Моя фея был, короче, такой вот небольшой такой бутылечек пузатенький, по-моему. Была такая кругленькая крышечка на нем. И вот я подумала, что как бы оформлением похоже. Только там называлась моя фея, здесь принцесса. Думала, что будет что-то похожее. Но нет. Распрыскивание было очень мелкое. То есть, знаете, какими-то вот прям плевками распределялся этот продукт. Допустим, если вот здесь, то прям вот так вот пшик, и сразу как бы, да, ну, нормальный пшик. А здесь вот так вот просто как плевочками какими-то. Вот. Ну, в общем-то, не понравилось. Я приобретать явно больше не буду. Но мне было просто интересно поностальгировать. Ностальгировать ностальгии не получилось. Аромат вообще далекий от того, который я слышала в детстве. Далее. У ребенка закончился продукт от марки «Чистая линия» из линейки «Ума». Это у нас что? Это нежный детский гель для очищения кожи и волос. В принципе, неплохой. Понравился. Сыночек вроде бы, ну, как давался мыться. Просто бывает такое, что вредничает, не хочет. А так ему понравился вроде как тоже этот запах. Так что, возможно, повторю покупочку. И еще тоже у сыночка вот такой вот продукт. Это BabyLine или BabyLine. В общем, детская присыпка. Можно, конечно, было бы куда-то приспособить. Но я не хочу, потому что я покупала еще в 2021 году, когда была беременная. Вот. Открыла, конечно, когда уже сыночка родился. Там буквально через пару месяцев. Вот. И как бы у нас он сколько простоял. Сыночку уже вот два года в ноябре. И поэтому, ну, смысл. Я решила, что выброшу. Делать мне с этим продуктом нечего. Дальше. Различные. У нас дольчик, что ли, пошел. Различные увлажнялки для тела. Ни разу я не купалась этим летом. Не была я ни на пляже, ни в бассейне. В общем, нигде мы не были. Не получилось. И, в общем-то, решила вот такие штуки закончить. Потому что, ну, сколько они будут стоять, я покупала еще, будучи беременной, вот этот продукт. Немножко попользовалась и поставила обратно в запасы. А тут я решила закончить. Это марка Флоресан. Регенерирующий после солнца с пантенолом. Быстрая помощь при солнечных ожогах. С гиауроновой кислотой и витамином Е. Интенсивное увлажнение. Реально хорошо увлажняет, когда муж обжег себе, в общем, руку. Мазали, вроде как помогал. И вот эти вот болевые ощущения снимал. Я использовала просто для увлажнения кожи. Понравился, хороший. Возможно, если поедем на море, либо на пляж в следующем году, то вот я приобрету снова. И закончился вот такой продукт от марки Фаберлик из линейки Лето. Это гель для тела после загара охлаждающий. Поначалу я думала, что он как-то плохо охлаждает. Но потом поняла, что охлаждает он потрясающе. Но его аромат мне понравился не очень. Для меня пахнет кабинетом стоматолога. Вот этой вот, знаете, как это называется, субстанцией или массой. Когда, в общем, замешивают пломбом, вот этим вот самим пахнет ароматом. Короче, мне это не очень нравится. Поэтому повторно этот продукт из-за аромата я точно больше приобретать не буду. Закончились также туалетные водички. Прям так хорошо я подбила запас. И, ну, как у меня будет возможность, я сниму ролик про, в общем, ароматы, которые у меня закончились за лето, которые я планировала использовать. И, в общем, что из этого получилось. Первый аромат – это Евролюкс. Заказывала на сайте Valberis Green Garden. Здесь в нотах у нас получаются начальные ноты, грейпфрут, зеленые ноты. Реально чувствуется. Аромат заявлен как цветочный, фруктовый. Ноты сердца – пион, гиацинт, лотос, зеленая манго. Базовые ноты – лабдану, ирис, лист корицы, мускус. Корицу я здесь не чувствовала. Чувствовала вот манго и прям вот зеленый чай. Мне почему-то здесь прям сильно чувствовался. Аромат хороший, но повторять я, наверное, больше не буду. И еще один аромат, который мне абсолютно не понравился, хотя я возлагала на него большие надежды. У него очень привлекательный флакон. Говорю я об аромате компании «Фабелик». Называется он, по-моему, «Авиатрис». Вот такой вот флакончик, коробочка. Ноты не прочитаю, потому что здесь ничего не указано. Ну, в общем, для меня этот аромат был удушающий. Аромат, мне кажется, для женщины постарше. Ну, либо я так просто считаю. Ну, в целом, знаете, пользоваться можно, но тут прям вот чувствуются цветы, свежести особо даже никакой нет. Вот, так что, ну, повторно, явно приобретать я не буду. Вот я за август закончила и больше не хочу. У мужа, конечно, не закончился аромат. Он не успел. Но там осталась буквально капелька. Можно было бы, конечно, куда-то выбрызгать его. Ну, не хочу. Как вернется, да, использует. В общем, положу я просто вот такую коробочку к ароматам, которые у меня закончились. Видео, о которых я буду снимать в конце года. Это вот такой вот аромат от компании Avon X-serie Richard Pulse. Коробочка. И, в общем-то, аромат вот такой. Вот он пользовался им активно. Ну, вот тут уже осталось буквально вот, ну, капелюшечка. Так что на один раз точно ему хватит. Вот, поэтому показываю, конечно, в пустышках. Вот, ну, в общем, потом уже покажу в пустышках за год. Вот, сегодня я вас решила показать. Потому что, ну, считай, пустышка одна капелька осталась. Не капелька, две пусть будут капельки. В общем, ладно. Как всегда, я долго болтаю. Далее, девчонки, далее, что еще? Продукты по уходу за лицом. Плавно мы переходим к ним. И начну я, наверное, с увлажнения. Потому что гели для умывания никакие не закончились. Вот такой вот тоник у меня закончился. Фаберлик, линейка Вербена. Очищающий тоник для всех типов кожи. Он очень приятно пахнет лимончиком. По-моему, в прошлом месяце у меня закончился гель для умывания из этой серии. Очень приятно пахнет. Для меня он пахнет мелисой и лимоном. А здесь написано Вербена. Ну, видимо, так Вербена пахнет. Вот, очень приятный аромат. Он вообще антивозрастной. Я, когда покупала, этого не увидела. Но ничего плохого с кожей не делал. Вот, мне он понравился. Так что вам тоже могу порекомендовать. Закончился у меня подарок от Маришки. Мариш, большое тебе спасибо. Постоянно что-то показываю от Марины. Это марка Невская косметика. Крем для лица для всех типов кожи. Зеленым чаем. Увлажняет, защищает, тонизирует, способствует сохранению молодости. Реально так и есть. Очень приятный по нанесению. Хорошо увлажняет. Заботится о коже. Я частенько покупаю кремушки от марки Чистая линия. Я ими довольна. Так что и вам тоже могу порекомендовать. И еще один закончился. Мой любимый крем от марки Чистая линия. Линейка Идеальная кожа. Крем-актив против прыщей. С цинком и чайным деревом. Очень нравится. Реально избавляет от прыщей. И здесь у нас сколько? 40 мл. Раньше, конечно, была такая упаковочка узкая, но удлиненная. Сейчас сделали вот такую, как у стандартных кремушков от этой марки. Вот. Тоже хороший. И как будет возможность, я приобрету его снова. И еще один крем у меня закончился. Это компания Фаберлик. Линейка Куркума. Дневной крем. Он с фактором SPF 15. Это коробочка от него. И вот сама вот такая баночка. Очень красивая. Она пластиковая. Крем мне понравился. Когда он уже, знаете, вот так вот прям впитывался в кожу. Но он был очень жирный. И прям вот он впитывался не полностью. Прям вот такие вот, знаете, жировые такие, скажем так, прослоечки на коже, в общем-то, были. И прилипало просто все, что только можно. Если идешь по улице, волосы распущены. Они будут просто все прилипать к лицу. Поэтому вот это мне понравилось. У них еще есть ночной. Я бы хотела попробовать его. Но вот дневной, в принципе, своим ароматом мне понравился очень. Прям вот аромат классный. Но вот так как он очень жирноват для меня оказался. Я его, конечно, израсходовала. Но, скорее всего, именно этот дневной я больше не возьму. Далее. Всякие там глиняные, кремовые маски. У меня не закончились. А закончились у меня только тканевые. Последние. Последние 6 штук я еда израсходовала. Больше у меня в запасе ничего нет. Поэтому в уходе на сентябрь тканевых масочек у меня не будет. Как и всегда, я уже вам говорю, что от масок я требую только увлажнения, выравнивания, скажем так, тона лица, освежения. И, в общем-то, они мне все это дают. Мне этого на данный момент достаточно. Закончилась первая у меня тканевая маска. Это от марки Гарнье. Увлажнение плюс сияние сакуры. Супер увлажняет. Улучшает тон лица. Раскрывает красоту кожи для тусклой кожи. Ну, хорошая масочка. Лекала у нее была достаточно хорошая. Полностью подходила под мое лицо. И пропитки было даже более чем достаточно. Она вот прям, так знаете, стекала с этой масочки. Далее вот такая вот у меня закончилась тканевая маска с экстрактом моркови. Она у нас восстанавливающая. Мне ее муж покупал. По-моему, в Ашане он брал. Это у нас марка Фармстей. Тоже хорошая. Ну, не сказать, конечно, что она прям пахла морковью. Но работала она хорошо. И еще, так, опять вот он пошитала камеру. И вот такая еще выравнивающая с томатом от этой же марки. Тоже классная мне понравилась. Наверное, по поводу тканевых масок я очень неинформативно что-то говорю. Но вот то, что я от них требую, они для меня это все делают. Поэтому чего-то большего мне о них сказать нечего. Еще одна маска. Это чистая линия, бодрящее увлажнение. Алоэ Вера вытяжка плюс аквасыворотка тоже классная. У нее был такой приятный свежий аромат. И когда вот летом, знаете, жара, было очень приятно ей воспользоваться. Летом я всегда тканевые маски храню в холодильнике, как и патчи. И потом прям такой получается классный эффект, что аж лицо замерзает. В общем, мне это нравится. И как-то раз я искала, в общем-то, тканевые маски у себя дома. Потеряла, не могла найти. Думала, вроде бы я их не израсходовала. Пересмотрела свои прошлые ролики про пустые баночки. И, в общем, не могла никак найти. Я их нашла. Они у меня были в шкафу, оказывается. Там они завалились. Вот такие две масочки. Я покупала их в магнит косметик. Тут прикольные упаковочки, но ароматы у них одинаковые. То есть, вот, что нарисовано здесь, ничем не пахнет. Я, конечно, думала, что они хотя бы будут как-то кожу охлаждать. Ну, типа, да, как такие напитки какие-то. Но нет. Поэтому, что у нас тут? Восстанавливающая маска для лица с экстрактом капусты, черники и малины. А это с экстрактом кальраби, черной смородины и клюквы увлажняющие. В общем, тоже понравились. Ну, вот, чисто своими свойствами. Ароматы, конечно, были неинтересные. Ну, а так, в принципе, неплохо. Так, дальше. Зубные пасты. Муж взял с собой в дорогу вот такую колгейт лечебные травы. Сказал, закинь себе в кустышки коробочку. Ты же, ведь, собираешь. Ну, закинула, в общем-то. Далее. Мне такая, кстати, была зубная паста. Она мне очень нравится. И мужу тоже. Вот. Далее закончилась вот такая паста. Это марка Ю Киви. Киви фрут. Продается подружке. Там много разных вариантов. Там, по-моему, еще есть с вкусом каких-то там бисквитов или кофе. Я не помню, просто я так мельком видела. Вот. Я бы хотела тоже их попробовать. По возможности приобрету другие варианты этой зубной пасты. Это мне понравилось. Но почему-то для меня по вкусу она была как зеленое яблоко и киви. И пахло, и на вкус была вот такая же. Зубы очищала хорошо, освежала дыхание. Она была сладко-мятная. Очень приятная. Я прям осталась ей довольна. И с большим удовольствием хотела бы снова ее повторить. Так, поставлю на этот коробочек этот. Вот так вот. Далее еще одна зубная паста закончилась от марки Клайдс. Это серия для девушек пинаколада. Хорошая зубная паста. Тоже была такая сладко-мятная, белого цвета. Также понравилась. Отлично очищает, освежает. Что еще нужно. И вот такая моя любимая зубная паста закончилась. Лесной бальзам против кровоточивости десен. Хвойный комплекс, кора дуба, экстракт пихты. Тоже классная зубная паста. Уже не первый раз она у меня. И с ромашкой есть, и там еще с чем-то продается. Я, в общем, все варианты пробовала. И это вот одна из любимых. Наконец-таки у меня закончился вот этот вот бальзам. Долго он у меня был. Это марка Невея. Арбузное сияние. Приобретала я его у нас в России. По-моему, на Валбере. Сейчас уже не приобрести. Он был вот такого розового цвета. В уходовых косметичках. В видео про бальзамы для губ я показывала уже не раз его. Так что закончился. Еще один бальзам должен был у меня закончиться. Но вот не получилось. Поэтому переходит на следующий месяц. С продуктами по уходу за лицом и зубами мы закончили. И переходим к категории. Уход за руками и ногами. Первое, что хочу вам показать. У нас закончилось вот такое жидкое мыло у сыночка. Детское. Марка Абсолют. Покупала в магазине малыш. Ну, не знаю, у кого в городе он есть. Оно как антибактериальное идет. Вот. Поэтому мы всегда, когда приходили с улицы, после сада в особенности, мыли руки. И, в общем-то, вот так и закончилось. Я не показывала его ни в уходовой косметичке. Вот. Не в покупках. Ну, вот. Уже в пустышки оно у меня перешло. И закончилось также твердое мыло. Это марка Палмолив. Натурель. Бодрящая свежесть. С экстрактами зеленого чая и огурца. С увлажняющим компонентом. Тоже очень хорошее мыло. У него такой был свеженький, приятный аромат. С большим удовольствием его использовали. Хорошее мыло. И еще одно, которое у меня не было показано ни в уходовой косметичке, в общем-то, нигде. Вот, по-моему, только в телеграм-канал я выкладывала фотографию. В общем, такое мыло я уже взяла без уходовой косметички, его сама. Потому что закончилось вот это. Другое мыло на кухне было. И что-то нужно было взять взамен. Вот такое мыло. Это чистая линия клубника и базилик. Подходит для лица, рук и тела косметическое. Безумно приятный аромат. Очень быстро это мыло у нас улетело. Вот, так что покупала тоже в подружке. И по возможности хочу его повторить. Закончилось также мыло из подружки от марки LPK. В таком вот пластиковом футлярчике. Там были листочки. Тоже вам не раз показывала. Классное. И, не знаю, конечно, повторно может быть и приобрету, а может быть и нет. Ну, ничего, конечно, особенного. Но в дорогу было бы взять его с собой. Прикольно и удобно. В любую поместится сумочку, клач там и так далее. И способ использования тоже очень такой, ну, нормальный. В общем, далее закончился у меня подарок от марки Вилента. Део фуд крем. Это освежающий крем для ног с растительным комплексом, тальком и ментолом. Дезодорирует, увлажняет и охлаждает. Я получила от Мариночки. Еще раз тебе, Мариша, большующее спасибо. Крем понравился. Им пользовался немножко муж под носочки. И потом уже, ну, дозакончила, добила. Все слова я перебрала. В общем, да, использовала уже я. Хороший крем. Он безумно хорошо охлаждает. И я обожаю охлаждающий эффект на ногах от различных кремушков, да, и на теле тоже. Так что потрясающе. Всем вам могу посоветовать. А Мариночке еще раз большое спасибо. Так, дальше с уходовой косметикой это все. Сейчас я вам покажу бытовую химию, которая закончилась в кадр. Ставить не буду, потому что тут сейчас просто большое будет пространство заставлено. Баночки очень большие. Так что покажу, отставлю их в сторонку, но вы будете знать, что они у меня закончились. Первое, что закончилось, это Чистин Универсал. Санитарно-гигиеническое средство. Содержит активный хлор. Покупал муж Фикси. Я им мыла плиту. Конечно, жир он удаляет не особо хорошо, но я его использовала в комплексе. То есть добавляла вот этот вот Чистин и другое средство. Покажу вам сейчас его чуть позже. В принципе, неплохое и аромат такой прям, знаете, неудушающий, как это бывает у других продуктов подобных. А использовала я вместе его вот с таким средством концентрированным. Моющим от компании Faberlic из линейки Home Cosmetic для уютного дома. Грибфрутовый Fresh. В общем-то, чистая кухня. Быстро и эффективно удаляет жир и грязь различных кухонных поверхностей, столешниц, фартуков, фасадов. Рекомендовано для тефлона, холодильников и, в общем, микроволновок. Хорошо очищала как и плиту, так и микроволновку вот это средство. Мне оно понравилось. Очень долго оно у меня было в использовании. Там буквально несколько капель нужно. Оно хорошо пенится. Отлично. Я вам всем могу порекомендовать. Далее закончилось у меня также средство для вытья посуды от марки Biolan. Апельсин и лимон. Приятно тоже пахло. Хорошо очищала посуду. Но имеет минус, потому что от него запах остается на посуде. Поэтому вот это, конечно, определенный минус. А так, в принципе, пенится, очищает он хорошо. Хорошо. Еще одно средство. Марка Sarti. Алоэ Вера. Нежность рук. Те же самые, в общем-то, претензии. Это то, что оставляет запах на посуде. И я даже замечала, что даже цвет средства оставался на кастрюле. Я была просто в шоке. Потом перемывала другим средством. Но покупала, потому что по скидке. Но, наверное, буду обходить его стороной. Потому что я считаю, что это вообще экологически небезопасно. Далее закончилась в фейре сочный лимон. По-моему, от него запах не оставался, если я не ошибаюсь. А так тоже хорошо очищает. Приятно пахнет. У меня было такое с зеленым яблоком. И тоже нравилось. Так, ну и закончились расходники. Различные салфеточки. Вот такие я беру в фиксы. На них цена 77 рублей за 130 штук. Это влажные салфетки универсальные. Марка Котте. Все по-разному говорят. С хлопком, ромашкой. В общем-то, как пойдет фикс прайс, обязательно приобрету еще. У ребенка закончились вот такие салфетки. Они уже стоят 99 рублей в фикс прайсе. Влажные для детей. Салуэ вера. Без содержания спирта. Очень часто приобретаем. Потому что это выгодно. 130 штук за 99 рублей. Я считаю, что это очень выгодно. А еще я беру сыну вот такие влажные салфетки. Мне, конечно, не нравится их аромат. Но они как бы стоят бюджетненько. Ну, не совсем, конечно, бюджетно. 119 рублей. Здесь 72 штуки. В то время, когда можно взять фиксы за 99. Вот эти от марки Котте. И тут будет уже 130 штук. Вот. Поэтому, конечно, да. Вот эти я беру. Потому что в пятерке ближе к дому. Вот. Так что, как-то так. Но выгоднее, конечно, покупать фиксы. Далее. Из магнита закончились салфетки влажные. Каспер. Тоже приятный аромат. Хорошо очищают. 60 штук. Они стоили где-то порядка 80 рублей. Так. Вот эти я, кстати говоря, не помню, где мы с мамой брали. По-моему, в гипермаркете магнит. В большом семейном. Детские салфетки влажные. Помперина Кит. С экстрактом ромашки витамином Е. 50 штук. Тоже неплохие. Приятный такой у них был аромат. Понравились. И очищали хорошо. И также в гиппере я брала вот такие. Марка. Помс Майл. Трикота салфетки. С антибактериальным эффектом. Очищают от чернил. Ну, не знаю. Может быть, на одежде тоже очищают. Но, допустим, с рук, да. С рук они у ребенка удаляли. Там пасту. Такое все. Но когда он разрисовал стол, ничего нифига не оттерлось. Поэтому как-то так. Не везде, конечно, они удаляют чернила. Но на одежде нам не довелось их использовать. Потому что, слава богу, одежду мы не мулюем. Девчонки, забыла я вам показать одну баночку по уходу за телом. Это, в общем-то, вот такой вот антиперспирант. Марка Фа. Спорт Дзен. Аромат лайма и бамбука. В принципе, неплохой. Защищал хорошо. Но мне не понравился его аромат. Я думала, что аромат будет такой, знаете, свежий, приятный. Но нет. На мой взгляд, какой-то он был такой рисковатый. Больше близкий к цветочному. Так что повторно я его приобретать не буду. Заказывала на Валберес. Но вы уж решайте сами, брать вам его или нет. И в этом месяце у ребенка закончился вот такой порошок. Ушастый нянь с первых дней жизни для стирки детского белья. 2,4 килограмма. Покупаем его очень часто с рождения. И нам он очень нравится. Девчонки, ну что ж. Вот такие пустые баночки получились у меня за месяц август. Кому это видео понравилось, обязательно ставьте пальчики вверх. А также подписывайтесь на мои каналы. YouTube, Telegram канал, Яндекс.Дзен. Как всегда, я оставляю все ссылочки в описании под роликом. В Telegram я очень часто активничаю. Так что обязательно подписывайтесь. Ну а на Дзене попрошу вас тоже, пожалуйста, смотреть ролики. Потому что, думаю, многие знают, что на YouTube монетизация есть. Но ее как бы не обналичить. А на Дзене хотя бы можно хоть сколько-то там копеечек заработать. Так что да, как и всегда, большое спасибо вам за ваши просмотры, лайки, комментарии, подписку. Желаю вам всем хорошего настроения, отличного дня. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok